Мы снова в студии, надеюсь, что вы там у экранов не заснули. С 21 марта по 9 мая 2018 года, естественно, в Рамрандворце масштабная выставка минималиста Шона Скалли под названием «Лицом на восток». По утверждению некоторых авторитетных лиц, Шон Скалли входит в кратчайший из коротких списков величайших художников нашего времени. Как он смотрит на восток и смотрим ли мы вместе с ним? Вот вопросы, которыми задавалась наша съемочная группа. Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображения уголков природы Мадонн и бесстыдных Венер, только тогда увидим живописное произведение, считал Казимир Малевич. Шон Скалли – последователь идей беспредметности в искусстве. Например, эта работа называется «Четыре дня». Шон Скалли – мэтр современного искусства, работы которого впервые выставляются в Петербурге. Ирландец, живущий в Америке, Барселоне и Мюнхене, «Человек мира», Скалли дважды был номинирован на одну из самых престижных в мире современного искусства премий – премию Тернера, член Королевской академии художеств. Серая стена светло-голубого черного моря, наземная линия лицом на восток. Всего на выставке в мраморном дворце 25 картин. Я назвал эту выставку «Лицом на восток» в честь одной из картин, представленных на выставке. В этой композиции отражено, скажем так, взаимодействие разных символов. Например, там можно увидеть окно, негативное и позитивное пространство. Кроме того, там есть супрематический красный квадрат. Для меня это очень интересно, ведь основная ценность восточной культуры заключается в том, что вы видите все в один момент. И абстрактная живопись для меня это значит ровно то же. Вы смотрите на нее, и все смыслы перед вами. Умеренный лидер современного искусства, очень дорогой художник, хотя не это определяет естественного качества. А вот почему? Это такой вопрос непростой. Казалось бы, все как сто лет назад. Полоски, квадратики – это геометрия, которую дачил еще Малевич. Но за этими квадратиками есть какое-то мускульное и духовное усилие. Он как будто строит. Найти точку, с которой работаешь на скале, с тобой заговорит. С одной стороны, его структуры, они как бы рационально держат пространство и что-то говорят о том, как устроен человек. А с другой стороны, начинается вибрация, начинается каждый раз нарушение этих границ. Шонскали блестяще пользуется тем, как здесь это всего лишь черный и серый. Вы посмотрите, что с ним творится. Посмотрите, какие он динует подтеки. Но если вы меня спросите, о чем, я могу сказать – обо мне. Вот он нам такую скульптуру и подарил. Работа Шона Скалли находится в коллекциях крупнейших музеев и галерей мира, в том числе и в Музее современного искусства и Музее Соломона Гугенхейма в Нью-Йорке, галерее Тейт в Лондоне. Я счастлива, что мне повезло встретиться с Шоном Скалли лично. Я очень боялась этой встречи, потому что весь арт-мир, говорю, что он невероятно сложный, невероятно капризный. Он контролирует, кому работа пойдет, а кому нет. Мой любимый художник – Брегель-старший. Он смотрит на наш мир вот откуда-то с точки, оттуда, из космоса, из Вселенной. Я думаю, что уж на Скалли, вот я чувствую то же самое.